Исайя 46 глава 9 стих То есть, другими словами, о чем говорится, что Бог знает, что произойдет здесь, на этой земле? Почему? Он знает, что это уже... И знаешь, и на самом деле, Он знает, что произойдет сегодня, завтра и третьего дня. Он все знает. И самое характерное, что мы должны понять, что когда мы берем Слово Божие, в Его Слове есть ответ. Смотрите, что касается благословения, то в Бытие, там уже я смотрел другие передачи, они говорили, что, например, в 12 главе Бытия Бог говорит Аврааму, что я благословлю тебя. Я призываю тебя, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, благословляться в тебе все племена земные. А это благословение, которое Он говорил, это об Иисусе, который должен был родиться. И мы знаем, что Иисус родился и пришел, и Иисус стал этим благословением нашим до конца. Можно же знать, что, когда мы принимаем Иисуса, все родовые проклятия, и все, что было, все бывшее нас рукописание, и все остальное, и все там планы дьявола, и Он просто разрушен. И после того, когда мы приняли Иисуса, то линия благословения, линия всего самого лучшего, она пришла от Бога на нас. И она есть в нашей родословной, она есть в нашей ДНК, она есть в крови Иисуса, которая также, потому что мы принимаем вечерю, течет в наших жирах. И теперь смотрите. Мне вообще понравилось выражение родовое благословение. Да. Вместо родового проклятия. И об этом мало проповедуют, но об этом нужно говорить. Люди зацикливаются в том, что было, понятно, что было. Но лучше то, что будет. И теперь смотри, Бог, Он сказал это вперед. И давайте вот тут, вот тут, я должен обязательно это показать. Это 22, а в 22, 24 глава Бытия, 1 стих, Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Вот что такое слово? Благословил Авраама всем. И 35 стих говорит, Господь весьма, и его раб рассказывает, я раб Авраама. Господь весьма благословил Господь, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. То есть, смотрите, то, что Бог сказал вперед, Авраам пошел, он послушал Господа, и он пошел, и он получил это. Потому что то, что Бог говорит, если ты принимаешь, то это однозначно дай и аминь. Это приходит в твою жизнь, если ты принимаешь. И Библия говорит, мы принимаем каким образом? Вера. И теперь смотри, и самое характерное, что после того, 25 глава, и Авраам взял Ребеку, слуга привел ему, он взял ее в жены. И так все по пророчеству, все в таких планах. И вдруг, смотрите, 21 стих, 25 глава говорит, и молился Исаия Господу жене своей, потому что оно было неплодно. Вообще какая-то нестыковка благословения, все должно быть красиво, все должно быть правильно. А где же Бог? Ну, написано, он молился, и Господь услышал его, и зачала Ребекка, жена его. Ребекка, жена его. То есть, вы понимаете, Бог, он говорил, что будет род, он говорил, что у него будут дети, а она не рожает. Поймите, и у нас бывает, когда ты приходишь, у тебя может быть болезнь, у тебя может быть что-то там с родовых проклятий, с каких-то других, с воздуха, с завода вообще, от того, что мы живем на грешной земле. Но Бог, он что-то сделал, он повесил однажды этого змея в пустыне, когда всех змей жалили, и он сказал, что если ты посмотришь веры, то ты будешь здоров. У Бога всегда есть ответки, где мы живем. Почему мы верующие называем? Потому что у нас должна быть вера. Не твоя принадлежность, динаминация, какой-то церкви. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть, и ищущим его он воздает. То есть, когда Бог о чем-то говорит, то он всегда знает, что ты включаешь свою веру. А что такое вера? Вера, если ты скажешь горе, поднимись и вернись в море, и не усомнишься в сердце своем, то будет ему, что они скажут. И теперь смотри, и вот после этого, после этого, когда Бог дал Исааку ребенка, то есть у него появился ребенок, и после этого, смотри дальше, 12 стих. И сел Исаак в земле той, потому что голод был кругом, и сел в земле той. Что такое благословение? Он сел в земле. И эта земля была как бы под проклятием, была засуха, она мертвая была. Но когда Авраам там встал, земля ожила, она стала живой. Понимаешь? Почему? Потому что он верил, это благословение, которое Бог благословил, оно было на нем, и когда он встал на эту землю, она стала живой. И он взял семя и посеял. И тут что написано? И получил тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Что такое благословение Господне? Благословение Господне, оно есть на тебе. Ты начинаешь что-то делать, оно может мертвое, неудачное, но в тебе, аллилуйя. А есть присутствие Божие, есть слава Божия, и это благословение начинает работать. Оно начинает работать в твоих руках, оно начинает на твоих мозгах, оно работает на всем. И оно поднимает тебя. Аллилуйя. Это то благословение, которое он сказал в Эдемском суду, что плодитесь и размножайтесь, идите и делайте. И человек пошел и делал. И это благословение от Бога, знаешь, оно оживляет. Например, там в Яково также написано, что земля ожидает откровения сынов Божьих. И вот это есть откровение, что это Божье благословение, оно на нас. Ты должен получить это. И когда есть какое-то несоответствие, есть что-то, что связано с болезнью, что мы делаем? Когда есть болезнь, мы молимся, мы возлагаем руки, мы провозглашаем, мы говорим. И вот эти действия, и это благословение, оно приходит. В конце концов результат такой, что благословение Господня действует в том, чтобы ты исцелился. Но также благословение может удерживать тебя в том, через твою веру, что ты можешь и не заболевать, оно может действовать вперед. Чтобы здоровье было божественное. Чтобы ты все время был в божественном здоровье. Да, аминь. Так же верой, как ты исцеляешься. Аллилуйя. И вот это благословение, когда Библия обещает нам это. Да. И когда мы берем, мы можем ходить в божественном здоровье. Или какая-то атака приходит, мы просто противостоим. Мы живем здесь на земле, атаки могут быть, иначе можно рассказывать, что мы не такие тут с нимбами ходим. Хотя на нас есть эти нимбы, их просто не видно, но в другой раз они проявляются. Но вопрос в том, что когда приходит проблема, у нас есть вера. У нас есть имя Иисуса, которое больше всякого имени. И мы можем противостать дьяволу. И Библия говорит, что он убежит. И также мы должны знать, что это благословение, которое на нас. Которое Бог дал, которое было, например, в этой земле. Ты знаешь, что он стал великим, написано в этой земле. И возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. Через что? Через благословение. Когда он посеял, он пожил урожай, нигде не было, а на нем был урожай. Если мы поверим, что на нас благословение Господне, все, что мы не будем делать, куда ты не пойдешь. Тут есть много просьб, чтобы люди молились, сдавать экзамены и все остальное. Ты должен знать, что у нас есть ДНК Иисуса. И это ДНК, которое делает нас, ДНК совершенства, которое может делать. Она может просветить твой разум. Библия говорит, у кого не хватает мудрости, это благословение. Просить мудрости у Бога просто их дастся Ему. И пойми, нет такой проблемы, которую бы Иисус не решил. И как ты можешь это? Ты можешь это получать через веру. Ты можешь получать это через веру. И ты просто должен поверить и принять. Например, когда Авраам принял это, потом Исаак, они пошли и делали это. Вера это получить и действовать. Поэтому смотрите. Я обращусь в 28-ю второзаконие, 28-я глава. Если ты будешь слушать глаза Господа, вот мы сегодня говорим, мы читаем отсюда, это как глаз Господа приходит. Да. Аллилуйя. Тщательно исполнять все заповеди, которые заповедут тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. Да. Знаешь, вот евреи, они верили, они верили, что там, где они есть, что Бог их поставит выше. Они верили, это благословение Господне, быть выше. Когда? Когда мы исполняем Слово. Когда мы влюбляемся в Слово. Когда мы говорим. Когда мы исповедуем Его. И придут на тебя все благословения, и исполнятся на тебе. Если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. Я когда-то родился в Петербургской церкви, пришел к пастору и говорю, пастор, это к кому Слово? Он мне говорит, это к евреям. Я тогда, я уже рассказывал, я хотел себе там что-то сделать, и тюбетейку одеть, и стать евреем. Почему? Потому что такие хорошие благословения. А в церкви? Ну это к церкви. Это к нам. Это благословение Авраама, которое пришло через Иисуса. Это хорошее благословение. О чем оно говорит? Благословен ты в городе, благословен на поле. То есть благословение Господне на мне, оно может благословить меня в городе. Что бы я ни делал, это означает, что что бы я ни делал, что оно может поднимать меня вверх. Оно поднимает меня выше. Поймите, вот тут есть столько нужд, таких человеческих, в финансах, в деньгах, в квартирах, в домах. И вот это за все отвечает благословение Господне. Да, слава Богу. Это не мы, пойми, мы не можем тебе что-то дать. Но Бог, Он дает. И как, почему мы знаем, что Он дает? Да Он в своем слове это дает. Смотри, благословен ты в городе. Если ты в поле, благословен на поле. Там, где ты стоешь, это земля, она может рожать. Ты можешь быть успешным. Аллилуйя. Она хороший урожай может давать. Благословен плод срева твоего. Если у тебя нет детей, ты просто покажи Богу, возьми Бог, потому что не соответствует. Тут написано, что благословен мой плод, а у меня нет. И у Иусака не было плода, он помолился за свою жену. И ты можешь молиться, и мы вместе помолимся. Аллилуйя. Я видел очень много. Я скажу, что на нас есть такое помазание, чтобы молиться, чтобы у тебя были дети. Аллилуйя. Мы будем это делать. Смотри дальше. Благословенные житницы твои и плод овец твоих, плод твоего скота, благословенные житницы твои и кладовые твои. То есть кладовка это не то, что там ничего нету, шаром покати. Нет, там должно быть полно. Ты можешь прийти и сказать, будь благословен. Я когда-то учился в Швеции, и нам давали стипендию и все остальное. И приехал Лестер Самбрилл и говорит, ну а горми голодных в Африке. Я говорю, жена, испытай Бога. Я говорю, давай мы. Мы взяли всю пенсию, не пенсию, всю стипендию и все остальное. Мы взяли и посеяли в Африку. На следующий день у нас кушать не было. Еще один день не было. Потом мы начали провозглашать. Мы начали провозглашать. Я открывал холодильник и говорил, холодильник наполнись, пусть благословение. Тут написано благословенной житницей, благословенные мои холодильники. И я говорил, и знаешь, я так громко говорил, что там шведы пожаловались. На следующий день меня вызвали декан и говорят, что такое, что вы там кричали. Я говорю, мы благословляли холодильник, чтобы он наполнился. Нам сказали, только будь тихо. И следующий день холодильник был наполнен. И кладовая была наполнена. И до конца, до конца, до сезона этого у меня всегда был полный холодильник. Мне приносили свинью. У меня тут так не было. Каждый раз у меня пол свиньи. Да, кошерного. О чем речь? Что благословение. Ты можешь, пойми, я могу раз помолиться, но ты будешь три месяца ждать следующего марафона. Но ты можешь прийти на благословение, потому что оно тебе. Молиться за свой холодильник, молиться за свои житницы, молиться за все, что ты видишь. И Бог может благословить тебя. Аллилуйя. Благословен ты при выходе в твоем и при входе. То есть при входе и при выходе. Только ты выходишь, ты в город идешь и говоришь, я благословен. Когда ты заходишь, я благословен. Аллилуйя. И это работает. Порезит перед тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя, одним путем выступят против тебя, семья путями побегут. Вот что такое благословение. Послет тебе Господь благословение в житницах твоих. И во всяком деле рук твоих. Понимаешь, твои руки, они, ну не для скуки, твои руки для благословения. Твои руки, они благословенные. Почему? Из-за Господнего благословения. Не потому что ты такой. Мы не отождествляем себя, я не отождаю себя самим собой. Я отождаю себя с Господом. Аллилуйя. Потому что это Бог поставил печать. Аминь. Аллилуйя. И благословить тебя, Господь, за землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Ты скажешь, у меня нет земли. Но ты можешь ее иметь, потому что слово говорит. Аллилуйя. Если ты поверишь в это слово, ты можешь иметь и свою землю. Да. Ты можешь начать молиться за нее. И она придет тебе. Аллилуйя. Поставил тебя Господь народом своим святым. Как он клялся, если ты будешь соблюдать заповеди, вот что нужно делать. Соблюдать заповеди. А заповедь его говорит, что Аллилуйя. Что тот, кто будет, я помню, в Исаии написано, тот, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом небесным. Аллилуйя. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицает это тебе. И дашь тебе, Господь, изобилие во всех благах. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих. И поля, знаешь, это твоя работа, это твой бизнес, это все, что ты делаешь, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою неба, чтобы оно давало дождь земле твоей. Смотри, сокровищница неба, Библия говорит, что от божественной силы его дарована нам все потребное для жизни и благочестия. Аллилуйя. То есть, понимаешь, и Бог уже все определил и дал. Все, что мы должны взять, мы должны взять вера. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть, у Бога уже все для нас запланировано есть. Все, что нам нужно, это верой взять. То есть, понимаешь, вот этого параллельного мира, духовного. Аллилуйя. Через нашу веру, через наши глаза, мы читаем здесь и мы видим его обещание. И когда мы провозглашаем, говорим, это приходит. И Библия говорит, когда двое согласятся. Знаете, что я прошу сегодня? Я прошу сегодня, чтобы мы с тобой согласились об этом. Да. О треме я проповедую. Что согласились о чем? О том, что тебе надо. Я не знаю, что тебе надо. Если я буду тут полчаса читать, другие устанут, чужие нужды слушать. Но ты, я соглашусь с тобой за твою нужду. Да. Аминь. Я соглашусь с тобой за твою проблему. Смотри. Чтобы благословлять все дела рук твоих. И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделаю, Господь, тебя головой, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не внизу, если будешь повиноваться заповедям его. И не отступать от всех слов, которые заповедую вам сегодня. Халлелуйя. Знаешь, это очень велико. Мы идем к этому. Мы не пришли, но мы идем к этому полному благословению. И у тебя должна быть картина. Поэтому прямо сейчас. Халлелуйя. Мы соглашаемся с тобой. Братья тут меня поддерживают и сестры. Все в студии в этой. Мы все в единстве. Мы говорим, что мы говорим. Я согласен за твою нужду, что ты получишь ответ. Через благословение Господне. Потому что Иисус, Библия говорит, он висел на кресте, он взял все проклятие. Он забрал. Он забрал всю нищету. Он забрал все проблемы. Он забрал безденежья. Он забрал болезнь. Он забрал все атаки бесов и всего остального. Все осуждение. Он забрал на себя. И что он дал нам? Он дал нам прорыв. Халлелуйя. Он дал нам ответ. Вместо минус, его крест это плюс. Да. И во имя Иисуса. Халлелуйя. Халлелуйя. Во имя Иисуса. Мы просто соглашаем. Ты должен согласиться со мной. Давай согласимся, что твоя нужда будет восполнена. Аминь. Халлелуйя. Давай согласимся, что ты получишь все, что Бог запланировал. Просто не нужно что-то выдумывать. Но то, что Бог запланировал для тебя. И твой прорыв, он сегодня. Халлелуйя. Мы вместе соглашаемся. Аминь. И на Библии говорит, двое согласятся. Если мы с тобой соглашаемся, то ты получишь. Аминь. Халлелуйя. Аминь. Мы согласны? Да. Я верю, что ты веришь да. Аминь. Халлелуйя. Мы соглашаемся. И отец во имя Иисуса. Всякая нужда. Всякая проблема. И во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, сила Божия, та сила, которая была на кресте, халлелуйя, сила, которая разрушила все проклятия, сила исцеления, она приходит к тебе, она наполняет тебя. И я просто приказываю, пусть здоровы, во имя Иисуса. Я приказываю, во имя Иисуса Христа, сила исцеляющая помазание, она приходит к тебе. Халлелуйя. Всякий сахарный диабет он уходит. Печень, она исцеляется, сердце исцеляется, инсульт уходит, во имя Иисуса. Всякая глаукома уходит, зрение возвращается, во имя Иисуса, слух возвращается. И всякая болезнь, которую они писали, во имя Иисуса. Халлелуйя. Во имя Иисуса Христа. Я просто говорю, пусть здоровы, я превослушаюсь. Мы соглашаемся, Господь. Халлелуйя. Мы принимаем твое исцеление для нас, для каждого. В могущественное имя Иисуса. Халлелуйя. Также всякая нужда, всякая проблема, всякое безденежье. Во имя Иисуса. Пусть придут чудеса. Сверхъестественным образом. Я соглашаюсь сейчас с тобой. Халлелуйя. Потому что то, что Иисус сказал, что ныне исполнилось место сие. Какое место? Место. Халлелуйя. То место, где написано, что лето Господне благоприятное. То есть всякий долг. Всякий долг. Всякая нехватка финансов. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Она просто уходит. Халлелуйя. И я бы говорю, что деньги приходят. Мы провозглашаем, что деньги приходят. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем сверхъестественно. Через ангелов. Через Божью силу. Через помазание, которое разрушает всякое иго. Да. Во имя Иисуса Христа. Халлелуйя. Прорыв финансов. Халлелуйя. Благословение Господне. Эймен. Господь. Я молюсь, что на каждом человеке с них, пусть их вера поднимется, чтобы они это благословение взяли и использовали. Во имя Иисуса Христа. Потому что неважно, какой грех они делали. Ты простил. И ты дал свое благословение. И ты дал его каждому христианину. Халлелуйя. Каждому человеку. Большой он или маленький. Диакон он или пастор. Или просто прихожанин. Во имя Иисуса. Благословение Господне. Да. Мы провозглашаем отсюда. Будь благословен. Будь благословен. Будь наполнен силой Божией и Духа Святого. Халлелуйя. И пусть прорыв Божий придет. И сила Божия. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Да будет так. Аминь. Аминь.